Всем привет! С вами Аурум. И сегодня после технического перерыва у нас в игре появилась новая карта. Пока мы видим только вот такой вот знак вопроса и надпись «Доступно скоро», но уже известно, что это будет за карта. И инфа прям стопроцентная. В текущем видео мы обсудим, что мы знаем уже об этой карте, а мы знаем практически всё. И в конце видео я пофилософствую на тему, каким образом сейчас добавляются карты в игру и каким образом это было раньше осуществлено. Лучше или хуже сейчас? В общем, об этом всё мы поговорим. Начну с того, что точная дата появления этой карты в игре пока неизвестна. Но если ты хочешь, чтобы она максимально быстро вышла, то ставь этому видео лайк, посмотрим, сколько людей, которые хотят поиграть новой картой. Итак, называется карта «Варварская бочка». Эпическая карта, открывающаяся с 3000 кубков. Игроки, следящие за новостями игры, уже не первый раз видят эту карту. Она была слита в октябре 2017 года вместе с магическим лучником, призраком и коварной лучницей. Из этого всего вышеперечисленного у нас в игре пока что ещё нет варварской бочки и коварной лучницы. А призрак и магический лучник, как вы понимаете, уже появились. В то время, когда я пилил видос на тему того, что стало известно о новых картах, сложно было поверить и в магического лучника, и в призрака, и в ту же варварскую бочку. Но это всё сейчас есть в игре, и уже неудивительно. Карта имеет механику бревна, но не без своих особенностей. Эдакое бревно для бедных, так как редкость эпическая карта мгновенно проигрывает бревну, в нашем случае по эликсиру. Варварская бочка стоит на один эликсир дороже. Характеристики бочки во многом повторяют характеристики бревна. Ну, начнём с урон по области. Фактически, бочка проигрывает бревну, но разница в одну единицу урона несущественна. Урон по королевской башне. Параметры равны, но есть одно большое но. В случае бочки этот параметр абсолютно не играет роли. Почему? Узнаете дальше. Цель и ширина действия абсолютно идентичны. Дальность. Вот тут и кроется весь подвох. Дальность у бочки всего 6,5 клеток против 11,1 у бревна. Этого недостаточно, чтобы бочка покатилась до вышки. Следовательно, и урона от неё не будет. Особенностью является варвар в бочке. Ключевая особенность новой карты после разрушения бочки оттуда вылезает варвар, который может помочь как в дефе, так и в атаке. Касательно даты. Дата, когда карта станет доступна, на данный момент, как я уже сказал, неизвестна. В конце марта, начале апреля должно выйти обновление, в котором разработчики обещали выпустить что-то интересное. Скорее всего, поиграть варварской бочкой мы сможем только ближе к выходу обновления. Или же сразу после него. Какие выводы можно сделать по этой карте? Имбой её точно не назовёшь. И бревно во многом смотрится выигрышней. Это скорее карта для тех, у кого ещё нет бревна, но очень не хватает подобной механики в колоде. С другой стороны, у карты, несомненно, есть свои сильные стороны. В определённых случаях дополнительный варвар, запущенный в правильную точку, наделает больше дел, чем один удар по вышке от бревна. Ну, лично меня смущает то, что всё-таки дистанция этой бочки крайне-крайне мала, да? То есть 6,5 на эпик, пока я себе не особо представляю, как это всё будет выглядеть. Опять же, эта карта с разряда, главное её не переоценить, потому что будет имба. И главное, недооценить, потому что играть вообще никто не будет. Но разрабы что-то, что-то, наверное, да, они и знают. И сейчас, ребят, в принципе, мы закончим разговаривать конкретно по варварской бочке. Хочу сказать, что мне она достаточно интересна, хотя я и не возлагаю на неё каких-то сверхожиданий, да? Потому что, ну, блин, это то самое тоже бревно, но которое отличается тем, что стоит 3 эликсира, а не 2, что диапазон действия намного меньше и выпадает в конце варвар. Вот и всё. То есть ничего сверхнового, по большому счёту, разработчики не придумали. И ещё, кстати, очень интересный момент. Это было опубликовано у меня в группе ВК, я вам прям зачитаю. Цитирую. Гоблинская бочка, бочка со скелетами, варварская бочка, да даже летучка, это летающая бочка. Вывод. Либо у разработчиков нездоровый интерес к бочкам, либо у них окончательно закончились идеи. И действительно, это факт, ребят. То есть, ну, слишком как-то много бочек. Это реально странно. Разрабы, что у вас там, ну, типа, с креативностью? Я понимаю, что у них небольшая команда, они всегда хвастаются тем, что, воу, у нас небольшая команда, и мы можем тащить. Но не много ли бочек в этой игре? А теперь касательно выхода новых карт. Вы помните, раньше разработчики презентовали нам сразу несколько карт, и это было довольно прикольно. Ну, мне так кажется, потому что мы заранее знали какие-то карты, по-любому были какие-то сливы, и мы наперед знали, какие четыре карты выйдут. Они выходили где-то сначала, сначала примерно раз в две недели, потом начали выходить немного реже, и потом у них график вообще сбился. То есть, я помню, мы легендарную карту получали по порядку где-то три месяца, три или четыре месяца нужно было ждать новой легендарной карты. Вот, это говорит о том, что, в принципе, где-то раз в месяц выходила, ну, выходила просто любая карта. То есть, разработчики вводили в игру сразу четыре карты. Это была Команка, Рарка, Эпическая и Лего. Сейчас же что-то пошло не так. У нас, мы, в общем-то, помним, что изначально вышел Призрак, да, а потом следующей картой, появившейся в игре, вообще просто картой, был Магический Лучник. И это было невероятно удивительно для меня. Я не понял, зачем разработчики выпускают две леги подряд, и тем самым они делают ценность легендарной карты намного ниже, чем она была раньше. То есть, вспомните те времена, когда в игре были... Ну, вот, те, кто помнят, вспомните, в игре изначально были Принцесса и Ледяной Маг. По-моему, они даже не с самого начала игры были, но, в общем, первыми легендарками была Принцесса и был Ледяной Маг. Их настолько тяжело было достать, они настолько тяжело выбивались, что просто жесть, и это было круто. В этом и был основной смысл в игре. Сейчас же легендарки вот две подряд выбросили. Сейчас вот эту эпическую карту выбросили, которую, кстати говоря, презентовали еще в октябре. То есть, ну, не презентовали, а слили. Да, мы с октября знаем, это октябрь, десятый месяц. Сейчас у нас идет третий. То есть, пять месяцев, пять, блин, месяцев мы уже знаем об этой бочке. Они ее не выпускали, и сейчас нафига, ну, зачем-то выпускают. И опять по одной, и опять в какой-то случайной последовательность. То есть, была легендарка, сейчас выйдет Эпик. Ну, и мы не знаем, когда следующая карта выйдет, какая она выйдет. В общем, ну, я не знаю, мне не очень сильно нравится, как разработчики сейчас это все дело сделали. В начале игры, когда они заявили, что строго раз в две недели они будут выпускать новую карту, это было намного круче. Сейчас же это все как-то нелогично, непредсказуемо, несистематизировано. Ну, и реально есть подозрение, что они чем-то таким вот занимаются. Вот я очень сильно хочу верить, что они занимаются чем-то вроде клановых войн. Именно поэтому у них нету времени на разработку каких-то новых оригинальных карт. Потому что пять месяцев, повторюсь, пять месяцев назад мы знали о существовании этой карты. И они сейчас ее выбрасывают просто вот как вброс. Вот такой вот вброс. Типа, нате, ребятки, не парьтесь, можете поиграть новой картой, о которой вы уже давным-давно знали. Поэтому я очень-очень сильно надеюсь, что они работают над чем-то супер-мегаглобальным. Поэтому не успевают систематически нормально выпускать карты и выбрасывают то, что уже есть в разработке. То есть тот же магический лучник мы о нем также знали еще в октябре, как я уже сказал. Поэтому вот сейчас пазл, в принципе, складывается. Если в апреле, в той самой обнове, о которой я тоже сегодня упоминал, если они выкатят что-то прям мощное, да, это будет офигенно. Я вот вспоминал, что тоже недавно, я вас предупреждал, что я буду философствовать, да, и недавно вспоминал, что я начал играть в игру Clash of Clans, когда там ввели клановые войны. А до этого игра уже стала бестселлером без клановых войн. И я на тот момент не представлял себе, как люди могли играть в игру Clash of Clans без клановых войн. Мне вообще непонятно, что там можно делать без клановых войн. И, возможно, если в игре Clash Royale ведут клановые войны, то месяца через, там, 3-4 вы все так же будете говорить, что как мы играли в Clash Royale без клановых войн. Это же невозможно. Я очень хочу, чтобы так произошло. Если вы тоже, ставьте этому видео лайк. Надеюсь, я не сильно вас пригрузил. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят. С вами был Аурум.